Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире спортивная программа телекомпании ТВИН. Начнем по традиции с хоккея. Печальной новостью ознаменовалась минувшая неделя. На 89-м году ушел из жизни Глеб Викторович Лукин. Почетный гражданин Магнитогорска, заслуженный работник физической культуры РСФСР, судья всесоюзной категории. Он стоял у истоков магнитогорского хоккея, был основателем городской коллегии судей, много лет возглавлял Федерацию хоккея магнитки. В далеком 1952 году молодой выпускник первого послевоенного набора знаменитого Ленинградского института имени Лесговта навсегда связал свою жизнь с магниткой. Усилиями Глеба Лукина и его единомышленников в городе получил развитие хоккей с шайбой. Уже к 1955 году была сформирована команда «Металлург», которая выступала в чемпионате СССР в классе «Б». А спустя много лет вошла в элиту отечественного хоккея и стала одной из самых титулованных в его новейшей истории. Для нас это, конечно, утрата. И Глеб Викторович вплоть до последнего дня, несмотря на свой преклонный возраст, всегда был верен хоккею, всегда максимально пытался как-то помочь. Длительное время он и в клубе работал, отвечал за судейский корпус и был председателем федерации хоккея городской, занимался и с детским хоккеем. В общем, все, что в городе хоккейного было за многие годы, то есть это целая эпоха, и эта эпоха сегодня закончилась. И я предлагаю почтить память минутой молчания. Именно с этих слов Геннадия Величкина началась итоговая пресс-конференция хоккейного клуба «Металлург». В течение часа вице-президент и исполнительный директор клуба вместе с главным тренером команды Йозефом Яндычем отвечали на вопросы журналистов, в том числе неудобные. Давали оценку минувшему сезону и рассказывали о планах на будущее. Поучаствовал в откровенном разговоре и ваш корреспондент. Первая новость. Тренерский штаб по главе с Йозефом Яндычем продолжает работу. В регулярном сезоне он справился с задачами очень достойно. Команда заняла третье место на Востоке, была третьей в конференции и шестой в лиге по количеству заброшенных шайб, второй в конференции и пятой в лиге по количеству пропущенных, второй по игре в большинстве и четвертой в меньшинстве. Но в плей-офф, помимо прочих факторов, сыграл роль и фактор физической усталости. Ведь некоторые игроки прошли чемпионат практически с заокеанской плотностью матчей. Думаю, что в конце регулярной, что бы было для всех равный программ. Что бы мини играли пять игр подрядом, потом два дни и готовили на плей-офф, где потом следуючих шесть игр игр играли, поэтому это было 11 игр подрядом. Думаю, что там уже приходит разница. Потому что в плей-офф все по-другому, по усилию, по силе, по скорости, по психологии тоже. И были команды, которые отдыхали, например, Омск и Уфа. Команды, которые до конца дрались за победами. Я в хоккей не играю, но я летаю с командами, я живу с командами. Переезды, перелеты, психологические нагрузки. Даже мне показалось, что это был ад. Просто был ад. То есть для элементарной жизни человека, для его функционирования это было просто нереально. С учетом того, что большое количество ребят играло в сборных. У нас же не только Витя Антипин, Береглазов, Чибисов. У нас же все легионеры были в сборных. Разумеется, большое количество вопросов было связано с персоналиями игроков. У кого что получилось, у кого нет. Кому вскоре предстоит осваивать новые роли, где необходимы изменения и усиление состава. Мы ожидали от него много больше. Но сначала он играл. И как он пришел, мы с ним поработали чуть-чуть опять на физической подготовке. Он не привык еще работать. Можно так бы правильно сказать, что просто он играл в команде, у которых не было больших задач. Он переверно вспомнил команду, где была другая задача и где была уже конкуренция. Ну, он нормально. Мы его подготовим, он нормально. Так что по Варфоломееву есть перспективы. Что значит нам не подошел? Мы брали его на позицию третьего вратаря. То есть, если у нас третий вратарь есть всегда. То есть, в процессе поездок, тренировок нам необходим третий вратарь. Но если бы мы его взяли к нам в команду, чтобы он с нами, он вообще бы ни одной игры не сыграл. А так, в Заурале он получил все равно какой-то опыт. Он играл до этого в молодежке. Он получил какой-то опыт. А что касается, что он мало играл, это зависело полностью от него. Поэтому здесь нет большой беды такой. И спорт такая штука, особенно вратарей. Посмотрите, ему лет-то сколько? 97-го года рождения. Для вратаря это очень... Третьяков очень мало. Третьяков, Самсоновых. Вот Самсонов, может быть, Василевский, может быть... Вот сейчас первое, что на ум приходит, когда ты 18, 19, 20 лет уже готовый. Таких единиц вообще за всю историю. И в мире, и в природе так. Поэтому по Нечистовскому его никто со счетов не списывает. Но все равно работу мы будем вести селекционную. Мы в этом году тоже будем думать. Параллельно Нечистовскому еще будет вариант. Мы его уже отработали. Еще один молодой будет вариант, который может быть под страховку под третьего вратаря вместе с Нечистовским. И что касается Кургана, это, в принципе, наша площадка для обкатки игроков. Но вы не забывайте, что это самостоятельный клуб. У клуб, у которого тоже стоят задачи. И просто так мы даем им вратаря. И просто так он за то, что мы его дали, он играть не будет. Он должен пробиваться. И в этом смысл роста, профессионального роста. Ты пошел в Курган, ты докажи в Кургане, что ты можешь играть в Магнитогорске, в Металлурге. Ты скушай своих партнеров, конкурентов. И будь отыграя. Если бы он сегодня отыграл, мы бы сегодня не думали еще об одном молодом вратаре. А вот в силу вашего вопроса, я вам даю ответ, что мы думаем еще об одном молодом вратаре. Ну, помоложе, может быть, его. И чтобы у него была уже конкуренция даже на уровне Кургана или молодежки. Вольский очень хороший игрок, топовый игрок. Но если вы помните, у Вольски была там серьезная травма, которую мы, он нам очень благодарен. Мы смогли оперативно все сделать, мы оплатили все лечение, мы парня поставили на ноги. И когда у него в Кунь-Луне там начались проблемы, мы парня выменили, забрали его к себе. И он у нас играл. Но просто, еще раз говорю, что физиология – это такая вещь, которую можно натренировать что-то. Но натренировать вот эту физическую, ну, как сказать, даже не силу, а физическую возможность сочетания скорость-быстроту. Мы просто понимали, у нас была дилемма. Либо в Ольске играть, который, конечно, мы видели, мы в сезоне видели, что он стал чуть медленнее. Он очень много забивал, если вы вспомните, в большинстве, да, в большинстве по выбору позиций. Но если вспомнить трехлетнего Вольски, три года тому назад, когда он убегал и в 1-0, и справлялся, держал шайбу, обыгрывал нескольких игроков, выходил на ворота. То в этом году ему было очень тяжело. То есть голова все знает, все понимает, а уже ноги не работали. И мы стали перед дилеммой, что делать. И мы пошли на риск, конечно. Мы обменяли, отдали Вольски, но взяли двух игроков помоложе. Причем обои центральные, которые могут сыграть как в центре, как с краю. И мы считали, что это наш резерв. То есть ребята, конечно, по уровню, может быть, не такие, как Войток, да, но по состоянию, по скоростным данным, они были гораздо лучше. И самое главное, что вместо одного центрального взяли два центральных на те же деньги и даже чуть подешевле получилось у нас. И, в принципе, это сыграло в сезоне, в регулярке, это сыграло свою роль. И, в принципе, вы видели и в плей-офф у нас, и хорошо выглядел и Шор, и забил, по сути дела, там, два гола. И неплохо выглядел, не неплохо, а хорошо выглядел буллер. Поэтому вот наша та задумка, которая была, она как бы оправдалась. Наша легенда, наверное, так будем говорить, это человек, который не местный, пришел в команду и стал самым местным. То есть вот он стал самым местным. Вот других слов у меня нет. Действительно, такой вариант есть. Да, действительно, Денис решил закончить карьеру. И у нас есть варианты по продолжению работы с Денисом в качестве тренера. Где, в каком качестве, вы узнаете. Я могу говорить, как тренер. Мне с ним очень-очень хорошо работало. Было тяжело для него, потому что он знал свою роль. Я с ним с начала сезона, об этом говорил, что мы поменяли команду. А мы родили команду. И он здесь будет помогать, как опытный игрок, который будет просто помогать. И он был для меня, как для тренера по характеру, один из самых лучших игроков, который я узнал в моей карьере. Потому что он всегда был готов, готовил себя. Не было всегда Лиоко ему, потому что он не всегда играл. Мы тоже хотели дать время молодым игрокам. И он готовился и помогал во время сезона, где-то играл, где-то не играл. И в конце, в плей-оффе игры играл. Был видеть его опыт. И могу сказать, что он, чем помогал команде весь сезон, уже, как остальные видели, как он работает, как он готовится, как профессионал. И тоже он останет в моем сердце, потому что знаю, что с этими игроками, у которых есть уже какой-то возраст, а они не играют в все игры, им тоже тяжело. Он был готов, он готовился и по характеру очень хороший. Николай Кулемин, это игрок высочайшего уровня. Подтвердил это он более чем десятилетней карьерой в национальной хоккейной лиге. Мы знали и надеялись, что Коля будет у нас на ведущих ролях вести за собой команду и тащить. Так оно и было, но, к сожалению, в отдельных матчах. Сегодня можно говорить о проблемах, которые все-таки возникли у Николая. Это, прежде всего, последствия травм, которые были в прошлом сезоне, непростой. Это, наверное, переход, уже капитальный переход от маленьких площадок, которые у него уже были в крови. Это второе. И третье. Сегодня с Николаем у нас несколько вариантов развития событий. Мы их прорабатываем совместно. Больше им ничего добавить нечего. Сегодня нам нужно усиление легионерского крыла, потому что из легионеров у нас только один игрок на контракте. Это Денис Расмуссон. Он и остается. По остальным игрокам мы принимаем решение. Через экспертную оценку тренеров и менеджеров всего за неделю, прошедшую после завершения сезона, уже прошли примерно 250 кандидатов. И работа продолжается. Но, во-первых, некоторые потенциальные новобранцы еще продолжают сезон со своими командами и вести переговоры с ними некорректно. Во-вторых, этот рынок не вполне похож на классический супермаркет, где у покупаемых товаров и продуктов нет собственного мнения. Так как мы размышляем, выбираем игроков, точно так же игроки размышляют, выбирают клуб. Выбирают по, наверное, я вот сейчас не покривлю душу, если скажу, по трем факторам основным. Вот мы выбираем, понятно, по каким факторам. Они выбирают по трем. Наверное, первый фактор – это контракт, уровень контракта. Кто-то может больше, кто-то может меньше. Они выбирают по фактору места проживания. Место проживания, особенно это касается зарубежных игроков. То есть, если местных игроков этот фактор меньше волнует, то зарубежных больше. Это наличие прямых авиационных рейсов, это наличие иностранных школ, потому что возраст игрока 27-30 лет, легионера, самый такой хороший. Посчитайте, что это дети от 5 до 10 лет, что этим детям надо учиться. А учиться они могут только при посольствах, консульствах. Это второй фактор. И третий фактор – это топовость клуба. Но здесь, наверное, мы не уступаем никому. Это единственный фактор, по которому мы можем сегодня работать. У других команд присутствуют еще и те вышеупомянутые факторы. Одним из главных положительных моментов минувшего сезона стало активное привлечение собственной молодежи. Воспитанники школы «Металлург» достойно сдали предварительные экзамены в команде мастеров, а ранний вылет стальных лисов из плей-офф МХЛ – не самый значимый фактор. У молодежки надо задача только одна – добавлять игроки для взрослого хоккея. Если будешь играть хороший результат молодежке и не подвигнешь никого во взрослых, так зачем это сделать? Давайте вспомним наших звездочек, которые играют в хоккей. Ну, на вскидку, Гусев, Капризов. Я не буду продолжать линейку, вы сами это продолжите. Все ребята, ну не все, а основная масса выросли. Югра, Новосибирск, Новокузнецк. То есть там, где у команд и клубов не стояло больших задач, где была возможность, начиная с 17-18 лет, ребятам играть по 40-50-60 игр и играть по 12-15 минут в игру, там, где давали эти шансы. Они проигрывали, но они играли, играли, играли. Вот у нас есть очень талантливый игрок, и мы на этого игрока рассчитываем, надеемся, что он в ближайшие годы будет абсолютным лидером. Это Дорофеев, который в этом сезоне получил уже достаточное время для игры. Ну не 60 игр, не 50 игр, а гораздо меньше и меньшее количество времени. То есть для того, чтобы этого парня сейчас не сломать, и для того, чтобы нам не, ну как бы, идти в тренде и выигрывать, зарабатывать очки, очень тяжело надеяться, что выйдет этот 18-летний игрок, который в этом году снял маску, и забьет нам там 15-20 голов. Это нереально. Значит, если бы эти ребята играли бы в командах, где нет таких задач, то они быстрее адаптировались. Поэтому у нас достаточно медленно они адаптируются, но они адаптируются. Мы вон получили хорошего игрока Дронова. Он тоже до сих пор лимитчик, хотя он у нас основной защитник. Но, к сожалению, у Дронова вот так вот, вот так карты легли, что у него идет бесконечная череда травм, от которых никак он не может избавиться. Но опять же это говорит о том, что мы его быстро ввели. И ввели на ведущие позиции. Отсюда неопытность в получении. То есть он получает травмы на борту, если бы был опытный человек, опытный игрок. Таких травм он бы не получил. Поэтому вот это вот негатив быстрого введения. Поэтому мы стараемся потихоньку, по одному, по два, по три человека ввести в игру. Сегодня мы ввели, хоть он и не наш воспитанник, Архип Николенко, да, он в прошлом году 30% в Югре играл. В Югре играл 30%. В этом году он 100% игр отыграл, по-моему, там, не считая бы, наверное, пару игр, когда у него травма там небольшая была. То есть и человек растет, и на будущее мы очень на него рассчитываем. Могу сказать, что у них есть будущее. Так как уже Геннадий Величкин сказал, что являются из этих игроков, Dorofiev, как такая, не хочу сказать, звезда. Потому что таких уже игроков я видел, а потом все было по-другому. Все зависит от него, как он будет работать, как он будет готовиться на следующий сезон. Все мы уже решим под контролем, что ему надо добавлять вес и силу, потому что он умный, он хитрый, он хоккеист, но тоже добавлять надо по весу и по силе, чтобы был готов на взрослый хоккей. И потом остальное, как Зайцев, он пришел, он здесь был в молодежке, потом ушел в Америку. В прошлом году возвращался, работали с ним большое время, он был у нас на тренировке, при играх, как была возможность играть, как нет, играл в молодежке. И могу сказать, что он в этом году улучшался и в конце играл плей-офф, а хорошо играл. У Олшанско, это было так, что он сделал чемпионат мира до 20 лет, и там то, что он улучшался, но лучше играл на меньших площадках, чем на больших, потому что он еще такой... Ему надо учиться, и то, что с ним надо работать по голове, что он бы не думал об этом, что он звезда, что он играл либо в молодежке, либо на фарме, либо в металурге у нас в взрослых, что бы он не сделал разницу, что бы он не думал об этом, что ему надо еще много, много работы, но в голове, чтобы он был готов по характеру и с головой, чтобы он пришел готов и не думал об этом, если играет 2 минуты или 22 минуты, а там надо с ним работать. Дронов, он уже, в принципе, играл взрослый, который здесь уже играл в прошлом гадах, как Геннадий сказал, что уже он такой, что возможно уже с ним считать, как, в принципе, то, что... Я не люблю эту славу звезда, но хороший, очень хороший игрок, там, к сожалению, у него все играли травмы, в прошлом году тоже мало игр, в этом году 16 игр игр, потому что травмы были и болезнь. Плей-офф тоже, он заболел и не был готов. Еще один игрок, потом там говорим еще о Спириденов, молодой Платонов, эти игроки с нами, как было возможно работали. И уже это нет игрок с молодежью, но Загидуллин, как вратар, тоже первый сезон играл, и мы были довольны с ним. Исполнительный директор клуба Максим Грицай рассказал журналистам о тех положительных изменениях, что произошли в арене «Металлург». И напомнил об одном очень важном событии последних месяцев. Магнитогорск вошел в федеральную программу по строительству тренировочных катков. Уже с июня должно начаться строительство в районе Третьей башни арены, где сейчас находится гостевой вход. В планах к сентябрю 2020 года завершить его и запустить каток. По сути дела мы школу в два раза увеличим количество занимающихся. Если сегодня это 600 человек, то это будет 1000-1200 человек заниматься хоккеем в Магнитогорске. Планку топ-клуба должны держать. Должны в этом сезоне усилиться, то есть сделать правильные выводы по всем направлениям. У нас есть президент клуба, который держит эту ситуацию под постоянным контролем, Виктор Филипп Шашников. Надеемся, что его требования к нам и наши требования к игрокам позволят за короткий срок вернуться к финалам конференции и к финалам Кубка Гагарина. Вслед за старшими товарищами из Металлурга досрочно завершила сезон и молодежная команда «Стальные лисы». В серии с омскими ястребами подопечные Дмитрия Стулова так и не сумели одержать ни одной победы. И, проиграв сухую, третий год подряд покинули розыгрыш Кубка Харламова уже на старте плей-офф. В этом плей-офф «Лисы» словно решили взять пример с главной командой Магнитогорска. После достойного гладкого сезона в решающей стадии чемпионата у них все пошло не так. Стали чаще ошибаться защиты и вратари, снизилась надежность игры в меньшинстве, потеряли эффективность действия в большинстве, гораздо хуже, чем в регулярке, сыграли лидеры. На матч в Омске команда вышла без права на ошибку, поскольку дома проиграла обе встречи с общим счетом 7-11. Место в воротах занял Николай Шашков, который в минувшем сезоне отметился в статистике МХЛ всего 13 игровыми минутами. В этот вечер на его долю выпало почти 80, и он провел их достойно, отразив 41 бросок. Во втором и третьем периодах Юрий Платонов и Константин Дубин дважды выводили гостей вперед, но ястребы то с помощью везения и рикошета, то благодаря великолепным индивидуальным действиям и ошибкам соперника отыгрывались. В итоге дело дошло до затяжного овертайма. И когда до завершения первого дополнительного периода оставалось всего 44 секунды, лучший бомбардир омячей Илья Баданин оформил дубль и установил окончательный счет 3-2. Сибиряки, как и их взрослые коллеги из «Авангарда», сухую выиграли серию и вышли в следующий раунд. Алисы третий год подряд не сумели пройти даже дебютную стадию плей-офф. Несколько ясных солнечных дней и один экстремально снежный. Именно в таких условиях на трассах горнолыжного комплекса Абзакова национальная сборная России по сноуборду готовилась к решающему этапу Кубка мира. Команда, которая за последние годы совершила настоящий прорыв на мировом уровне, вновь по достоинству оценила качество сборов и надеется отблагодарить гостеприимную магнитку высокими результатами. Сквозь жесткую непогоду отправились к спортсменам на склоны и мы. График сборной России в последние недели очень насыщен. Чемпионат планеты, домашний этап Кубка мира, универсиада. А перед приездом в Абзакова еще один этап Кубка мира в Швейцарии, который получился триумфальным. Впервые в истории у нас и женщины, и мужчины победили на этапе Кубка мира сразу вместе. Ну и достойно выступила вся команда. Из 11 человек 10 были в финалах. Очень здорово выступили. Ну и по ходу сезона, да, начинали мы без медали, но буквально с января у нас и домашний этап Кубка мира мы и выиграли, и в призах много ребят, и чемпионат мира. Ну очень здорово проходит сезон для нашей команды. Уже седьмой сезон выступает за сборную России американец Вик Уайлд. Для 32-летнего ветерана команды, двукратного олимпийского чемпиона Сочи, каждый Новый год это новый вызов и попытка доказать, что он все еще входит в элиту мирового спорта. «Хотелось бы более удачного сезона. Мой текущий, конечно, далек от идеала, но я стараюсь совершенствоваться каждый день и надеюсь, победы скоро вновь ко мне придут. Со времен сочинских успехов я, несомненно, изменился, но по-прежнему очень мотивирован и настроен показывать свои лучшие качества». А вот один из самых молодых сборников, Дмитрий Карлагачев, этот сезон вполне может считать успешным. Самая свежая его победа случилась совсем недавно, в начале марта, на домашней универсиаде в Красноярске. «Уровень соперников был, правда, очень высокий. У меня такая сетка еще попалась. Самые сильные, по-моему, на меня все. И для меня победа – это очень высокого ранга». Еще один триумфатор универсиады, двукратный чемпион мира среди юниоров Дмитрий Сарсембаев, демонстрирует подход максималиста. Он готов признать сезон удачным только в случае хорошего выступления на решающем этапе Кубка мира. И в этом смысле экстремальный день, проведенный на трассах Абзакова 14 марта – очень хорошее подспорье. «Будет этап Кубка мира, финал. И там точно-точно такая же погода всегда. И снег такой же. И так что прям точно-точно Кубок мира. Так что хорошо тренироваться тут. «То есть на красном и снегопад этот ругает?» «Да, неважно. Ой, хорошо, что он выпал. У вас же не было. Да, его давно уже такого снегопада. А вот подумали, приехали, выпал. Классно. Питание вкусное? Ну, мало. Нам спортсмена мало его. Канатка быстрая. Организация классная. Если вот спортсмен тренируется, никто не мешает. Это очень здорово. Канатки очень быстро. То есть за два часа мы спуску в 10-12 делаем. Вообще, те условия, которые предоставляет дружная команда комплекса, год за годом получают самую высокую оценку спортсменов мирового уровня. Сюда не раз приезжали тренироваться легенды сноуборда прошлых лет. И то, что национальная команда России неизменно включает сборы в Абзакова в свой календарь, говорит само за себя. Всегда сюда с удовольствием езжу, потому что здесь, во-первых, и стараются всегда сделать и первый снег, и идут к нам навстречу. И плюс я выбираю склон, где хочу. Могу пологий, могу крутой. Что именно для меня нужно, мне организаторы местные предоставляют все условия. 20 марта прямо из Магнитогорска транзитом через Москву сборная отправляется в немецкий Винтерберг, где пройдет заключительный этап Кубка планеты. Баскетбольная команда «Динамо» проводит очередную выездную серию в рамках чемпионата Суперлиги 2. В минувшие выходные магнитогорцы играли в Рязани. И если первая встреча принесла подопечным Олега Ягумнова победу с солидным отрывом, то вторая получилась очень драматичной и осталась за хозяевами. Подробности прямо сейчас. БК «Рязань» не из тех команд, что претендуют на медали. Но и к аутсайдерам ее не отнесешь. В начале декабря прошлого года магнитогорцы на домашнем паркете дважды уверенно переиграли соперника 75-55 и 85-63. Крупной получилась и выездная победа «Динамо». Правда, стартовая четверть гостям явно не удалась. Примерно до середины шла равная борьба, затем рязанцы устремились в отрыв. Последние 200 секунд тайма наша команда проиграла со счетом 3-14. И по итогам 10-ти минутки хозяева вели 32-16. К большому перерыву подопечные Олега Ягумнова сократили отставание 49-39 и подготовили плацдарм для эффектного рывка, который случился в третьей четверти. За первые 4 минуты гости набрали 12 очков подряд и вышли вперед. А дальше они понемногу наращивали свое превосходство, к середине заключительного тайма довели его до более чем комфортного и избавили себя от нервной концовки. Итог 74-92. Спустя сутки магнитогорцы снова запрягали слишком долго. За первые 5 минут они набрали всего одно очко, но остаток четверти провели на равных с соперником и не дали ему оторваться. 20-12. К большому перерыву Динамо подтянулось к хозяевам на расстояние одного дальнего броска. 38-35. По ходу следующей 10-ти минутки лидер несколько раз менялся, ни о каких приличных разрывах в счете речь уже не шла и перед заключительным отрезком на табло горели красивые цифры 55-55. Концовка игры получилась очень драматичной и в финале чуть хладнокровнее и удачливее оказались рязанцы, которые с четвертой попытки все же сумели одолеть одного из лидеров сезона. 83-81. 19 и 20 марта магнитогорцы сыграют в Туле с Арсеналом. На сегодня у меня все. Наш следующий выпуск ровно через неделю. Будьте здоровы, живите активно. До встречи на спортивных аренах и в эфире телекомпании ТВН. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова